Наши организаторы сейчас расскажут несколько слов о том, как этот праздник, собственно, готовился. И первое слово министр Бутылки, его словно, что по-моему, он лучше перейдет. Ну, при словах летняя часть фестиваля все радостные. Действительно, несмотря на то, что погода, видите, не самая, так сказать, располагающая. Будешь на мероприятии, но, тем не менее, от выручки, что это станет теплее. Вообще, я надеюсь, что станет теплее. Действительно, сегодня проходят достаточно серьезные мероприятия. Здесь, в Халопаевске, фестиваль Чайковского, с одной стороны, мероприятие, которое, конечно, планировалось и готовилось. И мы предполагали и предполагаем сделать это традиционным. То есть, речь идет о том, чтобы ежегодно мероприятие это проводить. Речь идет о том, чтобы Чайковский как можно чаще ассоциировался, в том числе и со Снеговского областью. Это очень важно. Ну, а в этом году это совпало с днями проведений на пробочек. Мы, честно говоря, очень рады. И в этой связи мы пригласили на выучение Самацуева и Маликанков, которые для всех концертов радуют в Лармонии. Дело в том, что Чайковский — это гордость, конечно, серости, серости, расы, наверное, мировой культуры. Но это в том числе и гордость его фондов, который, конечно, не знает. Около года он живет здесь, на Халопаевской семье, и для нас имеет некий личный смысл. Именно поэтому мы собираемся делать ступаль традиционными. Именно поэтому мы рассчитываем на то, что сюда будут приезжать гости. Их будет больше с каждого года. Нам бы очень хотелось, чтобы в Лармонии они тоже были неизвестны, но были интересные концерты. Вообще, в Лармонии достаточно серьезно работает над созданием так называемой филиальной сети виртуальных залов. И мы считаем, что это не только музыкальные точки, если так нормально рассуждать. Это еще и места, где реально может позиционироваться культура, причем сам к ее разным поставить музыкально. И очень хорошо, что как раз ключом, в данном случае, имя Чайковского является. Я хочу всех поздравить с его именинным днем, потому что я действительно сегодня именинный Петра Ильича Чайковского. Мы находимся на той земле, на которой ступала не его нога. Всем предлагаю чаще слушать ему музыку, при этом вспоминать, что Великий называется только государство, которое есть великая. В данном случае мы, вспоминая Чайковского, лишний раз осознаем, что действительно у нас Великая. И, наверное, эта региону уверенность дает очень многим, а нам в том числе, поэтому я всех поздравляю. И, наверное, если подошел Александр Николаевич, он подошел. Он здесь. Да, он не подошел. Я хочу вас спросить, что еще нужно фестивалю Чайковского, чтобы он мог стать премиумом в Велосновой области? Что не хватает? Вы знаете, в первую очередь нужны зрители, причем зрители самых разных мест региона. Вот здесь, конечно, надо поработать и с туристическими компаниями, и вообще со всеми теми, кто делает так называемые имиджевые мероприятия. Потому что действительно нам нужно постараться сделать так, чтобы вот это место, оно и так намолено в определенном смысле, но надо сделать так, чтобы сюда как можно чаще приезжали те, кто реально связан с музыкой, с Чайковским, чтобы были зрители, чтобы их было больше. Вот это, наверное, самое главное, потому что, конечно, это все для людей. Вот классический пример, это музей Чайковского, конечно, это некая основополагающая вещь, это основной музей в Королеве Чайковского. И далеко не все даже в самой области Сайковской знают, что здесь была поездка в Королеве Чайковского. Это очень печально. Поэтому начать нужно с того, что просто надо быть зрителями, посетителями, и вот просто быть, конечно, здесь надо помочь, через туристические организации, через образовательные. А то, что касается нас, конечно, это коллективы, это музыканты, там есть желание, не всегда делают это желание, и в том числе вопрос к реализации, в этой идее, мы стараемся сделать так, чтобы сюда приезжали музыканты. Но вот довольно интересные проекты, они, конечно, я еще расскажу, что в этом году были реализованы. Там, конечно, нужен масштаб. Нужны люди, масштаб. Вот это, наверное, две вещи, которые в ближайшее время имеются, чем в Донецке. Я просто... Александр Николаевич, ну Чайковский ближе, чем ты думаешь? На самом деле...